Республика Беларусь – государство в Восточной Европе. Население составляет около 9,5 миллионов человек, территория – 207,5 тысяч квадратных километров. Государственными языками являются белорусский и русский. Подразделяется на 7 административно-территориальных единиц – 6 областей и город Минск. На северо-западе республика граничит с Литвой, на западе – с Польшей, на севере – с Латвией, на востоке и северо-востоке с Россией, на юге – с Украиной. У белорусской государственности богатая духовная история, строки которой в разное время писали великие подвижники. Кирилл Атуровский и Семен Полоцкий, Франциск Скорина и Симон Будный, Янка Купала и Якуб Колос. 1 января 1919 года многолетние чаяния народа к собственной государственности воплотились в образование Белорусской Советской Социалистической Республики. Именно в эти годы начался путь по созданию органов власти, общественных и гражданских институтов, национального образования и науки, обобщению великого историко-культурного наследия. Но с началом Великой Отечественной войны жизнь и независимость нашей страны вновь оказалась под угрозой исчезновения. В июне 1941 года она первой приняла на себя сокрушительный удар немецко-фашистских захватчиков. Беларусь, пережившая все ужасы оккупации, внесла огромный вклад в разгром фашизма. На фронтах Великой Отечественной сражались почти полтора миллиона белорусов, а войсковыми соединениями во время войны командовали 217 наших соотечественников. Гомельщина стала ареной многочисленных сражений и местом возникновения мощнейшего партизанского движения. На территории области действовало два партизанских соединения – Гомельская и Полесская, в которые входили 29 бригад и 117 отрядов. Уже в самом начале войны на Гомельщине прославился партизанский отряд «Красный Октябрь». Его руководители Тихон Бумажков и Федор Павловский стали первыми героями Советского Союза среди партизан СССР. Сегодня имена героев увековечены в названиях наших улиц, обелисков и мемориалов. В годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла каждого третьего жителя, но даже залитая кровью миллионов людей, разграбленная и полуразрушенная страна не сдавалась. И сегодня, спустя 75 мирных лет, память о подвиге народа священна для каждого беларуса. В 2020 году на месте сожженной деревни Алла в Светлогорском районе возведен мемориальный комплекс. В январе 1944-го нацисты уничтожили там 1758 человек, в том числе 950 детей. Огонь погубил жителей 12 деревень. В самый разгар ожесточенных боев люди бежали от бомб сюда, но спрятаться от смерти им не удалось. После двух с половиной лет оккупации они не дожили до освобождения всего 13 дней. Взглядом тех, кому довелось вернуться в родные места после освобождения от фашистов, представала трагическая картина. Развалены мертвые пустыри, торчащие трубы сожженных жилищ, сверкающие темными глазницами проломов, полуразрушенные коробки каменных строений. Например, согласно данным акта чрезвычайной комиссии, общее разрушение города Гомель составили 80%, а население города уменьшилось почти в 10 раз. Из проживавших перед началом войны 147 тысяч человек осталось только 15 тысяч вместе с вернувшимися из эвакуации. Но горе от потерь, голод и разруха не сломили дух народопобедителя. На отбитых у врага территориях практически сразу начиналось восстановление народного хозяйства. Уже к 60-м годам прошлого века все довоенные предприятия были восстановлены, а экономика республики прочно встала на ноги. Для Гомельщины послевоенные десятилетия были ознаменованы целым рядом знаковых событий. В августе 1964 года в районе деревни Капоровка Реческого района из глубины свыше 2000 метров ударил первый в Белоруссии нефтяной фонтан. 25 апреля 1965 года белорусская нефть поступила в нефтепровод «Дружба», и уже в мае того же года началась ее промышленная добыча. Сегодня ее получено уже более 100 миллионов тонн. Открываются и новые месторождения. Строительство и производство развивалось стремительно. Были введены в строй Мозорский нефтепрерабатывающий завод и Гомельский химзавод. Центролит. В Светлогорске химволокно. 15 октября 1984 года произведена первая плавка на белорусском металлургическом заводе в Жлобине. На фоне такого стремительного экономического роста память о войне и горечь от потерь должны были отойти на второй план. Но этого не случилось. День победы и день освобождения столицы от фашистских захватчиков по-прежнему остаются символами национальной гордости. Процесс становления суверенной белорусской государственности совпал с началом 90-х годов прошлого века, ознаменованных распадом Советского Союза. Вслед за Балтийскими республиками о своем выходе из состава СССР заявила Россия и Украина. А 27 июля 1990 года Верховный Совет БССР провозгласил декларацию о государственном суверенитете Белорусской ССР, что автоматически признавало главенство Конституции и законов республики на всей ее территории. Вслед за этим произошло еще одно важное событие. Был принят закон о названии нового независимого государства. Именно с этого дня каждый гражданин нашей страны может с гордостью заявить «Моя Родина – Республика Беларусь». Важным событием для всей страны стал референдум 1996 года, на котором был вынесен вопрос о праздновании Дня Независимости Республики Беларусь. Ранее День Независимости отмечали 27 июля в честь принятия декларации о государственном суверенитете. По результатам референдума 88% голосовавших высказалось за перенос празднования Дня Независимости Республики Беларусь на 3 июля – День освобождения Минска от фашистских захватчиков. Немалый вклад в развитие страны всегда вносила Гомельская область, одна из крупнейших в Республике Беларусь. Ее площадь – почти 40,5 тысяч квадратных километров, а это пятая часть территории страны. Высокий научно-технический потенциал области позволяет последовательно двигаться по пути инновационного развития, а выгодное географическое положение и открытость – оставаться центром международных связей. Гомельщина – красивейший край, богатый реками и озерами, болотами и лесами. На ее территории расположен Национальный парк Припятский, где практически в первозданном состоянии сохранились уникальные ландшафты белорусского полесья. Важным аспектом географического потенциала региона является база природных ресурсов. Здесь компактно расположены богатые месторождения калийной и каменной соли, бурых углей, стекольных песков, мела, а также такие ресурсы, как лес и строительный камень. Разведано около полутора тысяч месторождений торфа. Гомельская область – крупнейший индустриальный регион республики. Здесь работает более 1170 предприятий, включая ряд промышленных гигантов, продукция которых известна далеко за пределами Беларуси. Среди них – Мозорский нефтеперерабатывающий завод «Мозорь-Соль», «БМЗ», кондитерская фабрика «Спартак» и знаменитый своей сгущенкой «Рогачевский молочно-консервный комбинат». Предприятия «Беларусьнефть», «Гумсельмаш», «Светлогорскхимволокно», «Гумельстекло», «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат», «Гумельдрев», «Ричицкий метизный завод». В регионе осуществляется вся добыча белорусских нефти и газа, производство термополированного листового стекла, почти всех кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов. Более 95% стали, около половины автомобильного бензина и дизельного топлива. С 2016 года объем промышленного производства области увеличен почти на 6%. Произведено промышленные продукции на сумму порядка 82 миллиардов рублей. Это лучший результат в стране. За последние годы реализован ряд инвестиционных проектов, значимых не только для региона, но и для республики в целом. В 2016 году предприятием «Беларусьнефть» начата комплексная программа бурения скважин на нефть и газ до 2025 года. Планируемый объем добычи из новых скважин составит более 900 тысяч тонн в год. В ОАО «Светлогорским волокно» реконструирован цех крашения полиэфирных текстильных нитей. Организовано производство новой продукции. Среди знаковых событий последних лет – сборка на ОАО «Гомсельмаш» первого в мире газового зерноуборочного комбайна и выпуск на Светлогорском ЦКК первой партии целлюлозы из белорусской хвойной древесины. Сейчас в области также реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, завершение которых позволит придать дополнительный импульс экономике. Среди крупнейших – промышленная разработка Петриковского месторождения калийных солей со строительством и вводом в эксплуатацию горно-обогатительного комплекса. Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на ОАО «Мозорский НПЗ». Год от года прибавляет и частный бизнес. За последние 4 года количество субъектов предпринимательства выросло практически в 4 раза. Около 60% продукции гомельских производителей поставляется на рынки стран ближнего и дальнего зарубежья. Организации области сотрудничают с внешнеторговыми партнерами из более чем 100 стран мира. Активнее всего развивается торговля с Россией, Германией, Украиной, странами Балтии, Польшей, Литвой, Китаем, Нидерландами, Казахстаном. Обладает гомельщина и развитым научно-техническим сектором, который представлен тремя институтами Национальной академии наук Беларуси, шестью высшими учебными заведениями, более чем 20-ю отраслевыми научными и проектными институтами, специальными конструкторскими бюро, где задействованы порядка 3000 сотрудников. Одна из важнейших отраслей экономики гомельщины – сельское хозяйство, мясомолочное животноводство, овощеводство и картофелеводство, а в восточной части – льноводство. В области работают 205 сельхозпредприятий. Среди ведущих – гомельская птицефабрика, брелева, совхозкомбинат «Заря», экспериментальная база «Криничная», агрокомбинат «Холмич» и другие. Аграрии региона не только удовлетворяют потребности населения в основных продуктах питания и обеспечивают сырьем перерабатывающую отрасль, но и постоянно наращивают экспортные поставки. Локомотивом экономики всегда считалась строительная отрасль. Сегодня это более 700 организаций всех форм собственности. На счету наших строителей и возведения таких знаковых объектов, как лыжероллерная трасса с полуоткрытым биатлонным тиром в Гомеле, автомобильный мост в Житковичах, набережная реки Сож и ряд других. Не отстает и жилищное строительство. Так, если в 2016 году улучшили свои жилищные условия 543 многодетные семьи, то уже по итогам 2019-го эта цифра возросла практически в 4 раза. Огромный прорыв за последние годы произошел в топливно-энергетическом комплексе. Благодаря принятию в 2015 году указа президента об использовании возобновляемых источников энергии, на Гомельщине стремительное развитие получило новое направление малой энергетики. Строительство фотоэлектрических станций. И это не случайно, ведь Гомельщина – самый солнечный регион Беларуси. Сегодня у нас действует уже 13 таких объектов. В целом в области пристальное внимание уделяется развитию альтернативных способов получения энергии. 5 февраля 2020 года была введена в эксплуатацию первая в области современная мини-ГЭС, которая работает в автоматическом режиме и управляется дистанционно. В апреле 2020 года президент подписал распоряжение о реализации проекта по строительству магистрального нефтепровода «Гомель-Горки». Он станет первым в стране трубопроводом, предназначенным исключительно для внутреннего транзита. Прокладка трубопровода будет осуществляться очередями в направлении с юга на север. Через трубу диаметром 530 мм планируется перекачивать до 6 млн тонн нефти в год. Главная особенность этого проекта – использование самых современных технологий. Достижения научно-технического прогресса сегодня внедряются во всех отраслях, в том числе и в здравоохранении, которому в нашей стране придается огромное значение. Не случайно в период с 1994 по 2019 год ожидаемая продолжительность жизни увеличилась почти на 6 лет. Интенсивно развиваются передовые направления медицины – трансплантология, кардиология и кардиохирургия, нейрохирургия. Только в Гомельской области за последние 4 года число высокотехнологичных операций и сложных оперативных вмешательств выросло почти на 70%. Укрепление материально-технической базы отрасли на контроле руководства области и республики. Самым масштабным проектом текущей пятилетки стала реконструкция Гомельской областной детской клинической больницы под личным патронатом главы государства. Здоровье неразделимо связано с физической культурой и спортом. Для этого у жителей региона масса возможностей и без малого 2000 различных физкультурно-спортивных сооружений. В том числе такие площадки международного уровня, как Ледовый дворец, дворцы легкой атлетики, игровых и водных видов спорта, стадион и конно-спортивный манеж в Гомеле, физкультурно-оздоровительный комплекс в Жлобине. И количество спортивных объектов постоянно увеличивается. Достаточно вспомнить открытые недавно бассейны в Ветке и Мозере, грибную базу в Житковичах, лыжероллерную трассу и воздухоопорный футбольный манеж в Гомеле и многие другие. Развитие физической культуры, массового спорта – не только залог здоровья, но и надежная основа для будущих рекордов. И, надо сказать, в спорте высоких достижений Гомельщина по-прежнему занимает лидирующие позиции, уступая только столице. С 2016 по 2019 годы на официальных международных стартах спортсменами области завоевано 523 медали, в том числе 137 золотых, 185 серебряных и 201 бронзовая. Только на вторых европейских играх наши земляки завоевали 20 медалей – 8 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых. По плечу жителям региона и рекорды интеллектуальнее. Цифры говорят сами за себя. По итогам централизованного тестирования 2019 года выпускники школ Гомельщины заняли первое место в республиканском рейтинге, получив 44 стабальных сертификата. За прошедшие 5 лет 14 наших школьников стали членами национальных команд международных предметных олимпиад по информатике, математике, физике, химии. 11 из них награждены медалями, в том числе двумя золотыми. Гомельская земля по праву считается культурной жемчужиной Беларуси. Мы по крупицам собираем свое наследие, бережно храним память о наших истоках и находимся в постоянном развитии, стараясь идти в ногу со временем. Главной визитной карточкой Гомеля можно смело назвать дворец Румянцевых и Паскевичей – одну из пяти самых популярных достопримечательностей Беларуси. В числе других знаковых памятников архитектуры стоит отметить собор святых Петра и Павла в Гомеле, костел святого архангела Михаила XVIII века в Мозыре, святоуспенский собор XIX века и свято-троицкий костел начала XX века в Речице, замковую гору в Турове. Одна из достопримечательностей Полесского края – каменные кресты. Самые известные – Туровские. Неизменно привлекает туристов Ветка, где находится один из интереснейших музеев Беларуси – Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций имени Шклярова. В нем собрана уникальная коллекция – от древних икон и книг до самобытных узорных рушников. Гомельская область известна далеко за своими пределами и как место проведения ярких творческих форумов. Международных фестивалей «Сожский карагод», «Славянские театральные встречи», «Ренессанс гитары», «Зов полесье», «Музыка надежды», республиканских фестивалей народного юмора «Овтюки» в Калинковическом районе и фольклорного искусства «Берогиня» в городском поселке Октябрьский. А еще Гомельщина – это край одаренных людей, искусных мастеров, художников и артистов. За последние четыре с половиной года 88 наших юных звездочек стали стипендиатами специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Сегодня Беларусь может по праву гордиться тем, что ее народу удалось сохранить свои обычаи и традиции, язык и литературу, память о героической истории. Опираясь на наследие предков, мы чувствуем себя единой самобытной нацией. Оценим свободу, растим детей и с уверенностью смотрим в завтрашний день. День независимости – это величайшее достояние белорусского народа. Момент, когда мы не только вспоминаем героическое прошлое, но и оцениваем то, чего удалось добиться суверенной Беларуси благодаря труду каждого гражданина нашей страны. Мы уверенно идем собственным путем, сохраняя главное – мирную, стабильную, красивую и независимую страну, где самым важным остается забота о благополучии людей, развитие экономического и социального потенциала, сохранение памяти и традиций. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok